В департаменте молодежной политики дали оценку действиям смельчака. На встрече с журналистами директор департамента Ирина Астанина сказала, что выходка Дмитрия Мочалова, ученика третьей гимназии, отказавшегося от премии главы города, была несвоевременной. 27 декабря прошлого года в мэрии получили свои награды лучшие школьники города. Это отличники и олимпиадники. Награду получили все, кроме Дмитрия Мочалова. Ученик третьей гимназии Оренбурга сам отказался принять денежную премию. Тем самым заявил, что система образования нуждается в переменах. Когда мы сейчас празднуем, миллионы и миллионы наших свечников топят себя в алкогольном и наркотическом угаре. Это пир во время чумы, и вы прекрасно сами это знаете. И тому вину еще и наша система образования, которая нацелена на спитать из человека трудовой ресурс, а не личность, товар на рынке труда. И поэтому в этот Новый год, друзья, я хочу отдать эту стипендию нашему городу. Пусть она хоть что-то сделает в образовательной и молодежной политике. Пожалуйста. К слову, акция Дмитрия Мочалова была не спонтанна. В тот день Дима явился на награждение с группой поддержки. После слов школьника они подняли свои плакаты. В департаменте молодежной политики этот поступок не заметить не смогли. Директор департамента Ирина Останина отметила, что инициатива и неравнодушие – это, конечно, отлично. Только метод выбран неверный. На мой взгляд, время и место было избрано не самое конструктивное для решения проблемы. Да, для того, чтобы привлечь к этому внимание, все об этом заговорили, безусловно. А для того, чтобы реально что-то сделать, мне кажется, можно было пойти другим путем. Но каждый ведь свой путь выбирает сам. На интервью Дмитрий Мочалов также не соглашается. По нашей информации, общается с представителями Ленинского коммунистического союза молодежи. По поводу новых акций и планирует ли Дмитрий как-то еще заявить о своей общественной позиции – неизвестно. К слову, премия, от которой отказался Дмитрий Мочалов – это 9 тысяч рублей. По тысяче каждый месяц.